Здравствуйте! В эфире программа «Бизнес-Панорама» с вами Алексей Шемякин. В ближайшие 10 минут самые актуальные новости экономики, а также малого и среднего бизнеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые туристические маршруты появляются на карте Архангельской области. Тур маршрутов в регионе десятки и большое значение имеет развитие дорожной сети, общественного транспорта, а также сферы услуг. Для этого в Поморье работает программа поддержки предпринимателей на селе. В прошлом году ее финансирование составило 3,5 миллиона рублей. Это предоставление льгот микрозаймов. Как раз Министерством экономического развития и с фондом микрофинансирования была разработана программа поддержки предпринимателей на селе и льготное кредитование под реализацию проекта. В 2016 году установлено 100 дорожных знаков туристской навигации. Появились 14 новых гостиниц и 12 точек общепита. Правительство России объявило о двухразовой индексации пенсий. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,5%. Это плюсом 384 рубля. Повышение вводят и с 1 апреля на 0,4%. Котловская птицефабрика выходит из кризиса. Сейчас там отремонтировано и модернизированные птичники, выросло поголовье курни сушек и молодняка. При этом в сутки получает до 110 тысяч яиц. В обновление птицефабрики уже вложено около 250 миллионов рублей. В планах отремонтировать коммуникации, довести производство яйца до полумиллиона штук в день, запустить бройлерное направление решит на предприятие кадровый вопрос. Изменения и на Архангельском водорослевом комбинате. Там теперь новый собственник, который сохранил действующий профиль единственного в России и странах СНГ, предприятие по добыче и глубокой переработке морских водорослей. Со временем водорослевый комбинат должен стать одним из опорных предприятий биоресурсного и биотехнологического кластера Архангельской области. Американские компьютеры исчезнут в России. Санкции, введенные в США против Федеральной службы безопасности, могут привести к затруднениям при поставке компьютеров и другой оргтехники, использующей алгоритмы информации. К ней относятся не только смартфонные планшеты, но и в том числе беспроводные мыши. В последующем санкции могут коснуться и простых потребителей. Тем временем бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер-министр Италия Романо Проди в интервью итальянской газете «Стампа» заявил о необходимости скорейшей отмены антироссийских санкций. Курс на повышение в 2017 году вновь изменится стоимость некоторых товаров и услуг. К примеру, с 1 июля в среднем на 6% вырастут расходы на свет, газ и воду. На 25% табачные изделия и практически на столько же топлива. Автомобили подскочат в цене на 7%, причем как иномарки, так и отечественные. За имущество станем платить на четверть больше. Что касается инфляции, то она прогнозируется на уровне 4%. Распоряжением регионального министерства экономического развития утвержден реестр инвестиционных проектов Архангельской области на 2017 год. В него вошли 32 пункта. В основном речь идет о машиностроительном комплексе, судостроении, строительстве, есть и социальный блок. В нем отразятся проблемы образования, здравоохранения, культуры. И здесь, согласитесь, есть где развернуться бизнесу. И как пример, каток на Красной пристани в Архангельске. На Старый Новый год архангелогородцы получили прекрасный подарок. Новый старый каток. Новый, потому что доселе на Красной пристани ничего подобного не было. Старый, поскольку возрождает славные советские традиции общественных, бесплатных ледовых площадок. Скажите, пожалуйста, как относитесь к появлению вот такого объекта в нашем городе? Ой, мы очень рады. Мы всегда любим кататься, заниматься спортом. Очень здорово, что это все так доступно сейчас, в наше время становится. Инициатором создания этого катка выступил хоккеист-любитель Михаил Щелаков. Год назад, по его же предложению, аналогичная арена была открыта на площади Ленина. Идея зародилась в спортивном сообществе любителей хоккея, как с мячом и шайбой, среди студентов в САФУ. Вот мы обратились к корпорации развития, которая оказала нам поддержку, помогла выстроить диалог с властью. Корпорация развития Архангельской области нашла единомышленников в лице областного агентства по спорту. Откликнулись и представители социально ориентированного бизнеса, помогли с деревянным ограждением для катка. За содержание самой площадки, заливку льда, отвечают специалисты Центра развития спорта «Водник». Место, кстати, выбрано не случайно. В последние годы Красная пристань превратилась в настоящую территорию спорта. Во-первых, мы посоветовались с горожанами, провели опрос в соцсетях. А так у нас летом на этом месте экстремальные виды спорта, уличный баскетбол и разные физкультурные и спортивные мероприятия. Могу отметить, что на территории региона действует более 130 хоккейных кортах. Лед этого катка первыми опробовали на прочность юные хоккеисты Спартака. У кого еще, если не у таких профессионалов, спросить про его качество. Устраивает, только нехорошо, что зима, но так хорошо. Летом-то она, конечно, лучше с клюшкой погонять. Но да не только под хоккей заточена площадка. Здесь ждут всех любителей развеселых покатушек. Места хватит. Размер катка 30 на 70 метров. В вечернее время он освещен. В распоряжении горожан и теплые раздевалки, и прокат коньков. Кстати, вскоре на этой арене пройдут соревнования по хоккею с шайбой, ринг-бенди и даже, говорят, хоккею с мячом на валенках. По итогам прошлого года в Архангельской области ведут свою деятельность более полутора тысяч предприятий, на которых трудится около 43 тысяч человек. Конечно, это не так много, да и работа идет в основном в городах, оставляя практически без занятости деревню. Но согласитесь, это заметно лучше, чем еще несколько лет назад, когда на долю малого и среднего бизнеса в регионе приходилось всего 2% в экономике области. Политика регионального правительства в последние годы направлена на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. Программ поддержки много, от обучения собственному делу до юридического сопровождения проектов. Или, например, фонд микрофинансирования, который предоставляет займы на выгодных условиях для притворения в жизнь стартапов. Небольшой, но атмосферный. Этот магазинчик с готовой выпечкой – лишь одна из причин положительного решения о выдаче кредита на льготных условиях предпринимателю Ирине Алферовой. Уже в четвертый раз фонд микрофинансирования помогает предприятию с 17-летней историей пережить непростые времена. Мы смотрим бизнес всех заемщиков, выезжаем на места, знакомимся лично, знакомимся с бухгалтерской отчетностью на данном предприятии, помогаем в составлении документации, если есть такие вопросы. Ну и, естественно, благополучие финансовое – это самое главное. Банки предлагают кредиты под высокие проценты. Соответственно, это не очень выгодно, поэтому мы не пользуемся их услугами. Мы надеемся на поддержку фонда микрофинансирования. Все-таки он наиболее дает выгодный процент, 10%. Хлеб и душа – одновременно и название, и главный принцип работы этой небольшой пекарни в округе Варавино-Фактория. Хлеб здесь только натуральный, никаких готовых смесей. У нас хлеб делается с использованием тока ручного труда, с использованием натуральных продуктов, натуральной закваски. Правильная технология, правильный подход к делу с душой. Деньги, полученные от фонда, предприятие тратит на развитие. Сегодня архангельский покупатель может выбрать выпечку по душе из 100 предложенных наименований. На средства льготного кредита в этом году будет запущена уникальная линейка продукции – хлеб с пониженным содержанием углеводов. Технологию приготовления разрабатывали совместно с Институтом биологического приборостроения РАН в Москве. Они разработали установку, которая позволяет выделять из муки глютен, чисто клейковину, и уменьшать содержание тяжелых углеводов, крахмала, будем так говорить. У нас в хлебе обычно содержится 9 частей углеводов, 1 часть белка. А можно делать золотое сечение, 2 части углеводов, 1 часть белка, благодаря этой клейковине. Белковый хлеб появится на прилавках уже к осени, обещают в пекарне. Впрочем, фонд на слово не верит. Целевое расходование средств придется подтвердить документами. А это уже коряжма. Небольшой офис, компьютеры и всегда заряженный телефон. Для того, чтобы выполнять заказы одного из крупнейших в стране операторов сотовой связи, много не нужно. Через интернет можно участвовать в торгах и конкурсах, а также экономить на штате технических специалистов. Мы занимаемся строительством сетей связи. Сетей связи разных. Аптоволоконных, кабельные сети связи. Беспроводных. Это радиолинейные пролеты, беспроводной широкополосный доступ по типу Wi-Fi или Wi-Max. То, что еще год назад для молодого предпринимателя было просто хобби, сегодня является серьезным бизнес-проектом. Генеральным подрядчиком одного из сотовых операторов Коряжемская компания «Связьстройсервис» стала после победы в серьезном конкурсе. Оперативность и мобильность стали их преимуществами перед конкурентами. Сегодня география объектов, которыми занимаются коряжемцы, впечатляет. Работы по строительству беспроводных сетей ведутся в 10 регионах России. Приобрести дорогостоящие оборудование и расходные материалы компании «Связьстройсервис» помог заим в размере 500 тысяч рублей. Все нюансы были оговорены в ходе личного визита в Коряжему специалиста регионального центра микрофинансирования. Показал все рабочие места, кто где работает, с кем работает, договора. Все очень идеально подготовлено. Бизнес-план. Очень понравился заемщик, поэтому, естественно, мы ему выдали заим. Для воплощения в жизнь бизнес-идей через региональный центр микрозаймов малые предприниматели Поморья могут получить финансовую поддержку до 3 миллионов рублей. Сейчас у фонда свыше 400 активных заемщиков в 21 муниципальном образовании. Низкие проценты профессиональное консультативное сопровождение становятся причинами повторных обращений в микрофинансовую организацию. Но вернемся к теме открытия бизнеса. Представим, настал момент, и вы решили, все, хватит быть наемным работником, пора работать на себя. Только вот с чего начать? Ведь предприниматель – это человек, который организует собственное дело для получения прибыли, но занимается этим на свой страх и риск. Не будет начальника или более опытного коллеги, который подскажет, научит, поправит. Напротив, конкуренты постараются навредить. Налоговая не дремлет и потребует свое. Ну а потребитель ваших товаров или услуг, как правило, будет стремиться сбивать цену. Поэтому прежде чем стартовать, введению бизнеса нужно научиться, хотя бы рамочно и самому важному. С чего начать? Какие законы необходимо знать, чтобы не переплатить налоги и не укрыть их? Как с наибольшей экономией открыть и вести расчетный счет? Этому и многому другому учат в Архангельском региональном бизнес-инкубаторе. Его директор Денис Деев рассказал нам много интересного. Денис Валерьевич, ну вот, например, я захотел начать свое дело. Начнем с практичной, наверное, части вопроса. Я пришел к вам. Чем вы мне можете помочь? Ну, соответственно, мы можем вам помочь полноценным сопровождением от начала ваших действий до конечного результата. То есть человек, придя к нам, может получить либо индивидуальную консультацию, либо получать какой-то обучающий семинар, либо может стать к нам полностью на сопровождение. И что ему позволит в течение трех лет оптимизировать свои расходы, и в том числе выйти на какие-то там свои показатели, которые он бы хотел получить в конечном итоге. Многим уже удалось помочь? Ну, кроме того, что за 2016 год у нас было 2500 консультаций. То есть это включает как индивидуальные, так и массовые, да, то есть семинары, вебинары. Но и в том числе то, что люди приходят к нам и индивидуально получают консультацию как по балансовому учету, так и по налогообложению, по получению субсидий, кредитов, составлению бизнес-планов и, соответственно, ну и других там различных услуг. Ну вот приду я к вам, например, да, скажу, вот, я хочу печь хлеб, предположим, самое такое простое, наверное, да. С чего вы начнете со мной разговор? Ну, нужно понимание, где вы хотите, как хотите, да, на какую аудиторию нацелены. Может быть, у вас есть какие-то уже маркетинговые исследования, то есть, ну, вы сами, да, там что-то произвели. И отсюда отталкиваться, какую вы хотите численность персонала, да, то есть, либо вы можете только пока сами, там, на крайних вы хотите, да, там, или вы вообще в области, там, занимаетесь этим, да. Идея, она сама себе ничего не стоит, да, то есть, нужно понимать, что будет в конечном результате, или это нужен какой-то определенный расчет, да, то есть, человек приходит, у него есть идея, но у него нет основ даже бухгалтерского учета, там, налогобложения и так далее. Он не знает, может быть, то, что можно какие-то получить, ну, дотации, субсидии, или, там, может быть, гранты где-то поучаствовать и оптимизировать, тем самым, свои тоже, в том числе, расходы. От того, что вы просто знаете налоги и бухгалтерский учет, но вы не знаете, как продать свой товар, ну, я бы это называю таких художники, да, у них есть идея, как что-то создать, но у них нет идеи, как это продать. У вас есть вообще три пути, да, самому в этом пытаться как-то себя реализовать, да, обращаться в коммерческие структуры, ну, соответственно, это стоит каких-то определенных, достаточно серьезных денег, ну, и, соответственно, прийти к нам, да, то есть, придя к нам, вы получите полную поддержку, как имущественную, как финансовую, как консенсационную, да, и обучающую, то есть, в любом случае, у вас будет определенный дополнительный багаж, который вы получите и будете довольны, то есть, придя к нам, вы допустите меньше ошибок. И на этом сегодня все. Это была «Бизнес. Панорама». Хороших вам экономических новостей и оставайтесь на телеканале ПС.